Что лучше, Dirt Rally 2.0 или WRC 8? Это самый частый вопрос на моем стриме. При всем при этом, прошлая часть была не хуже. WRC 7 была тоже достойная игра про ралли. При всем при этом, никто у меня никогда не спрашивал, что лучше, Dirt Rally или WRC 7. Возможно, восьмую часть я приложил немножко к этому руку и популяризировал эту игру. Но так ли она хороша на самом деле? Всем огромный привет, друзья! С вами Кус, и в этом видео мы с вами разберем, что лучше купить, Dirt Rally 2.0 или WRC 8? В какой игре лучше физика, в какой игре лучше графика, в какой игре лучше играть на руле, а где комфортнее будет на геймпаде и от какой игры вы получите кайфа больше. Давай разбираться! Прежде чем мы начнем все это дело разбирать, я вам сразу хочу сказать, что серия игры Dirt Rally, что первая, что вторая часть, это очень хардкорные игры. Знаете, какие эмоции вы получите, играя в эту игру? Примерно вот такие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это совсем не значит, что играя в WRC 8, вы будете кататься спокойно и не будете нервничать. В WRC 8, да, физика попроще, но вы можете ехать прямо по асфальтированной дороге в Германии, а потом вам нужно будет резко свернуть на гравий. Как только вы туда свернули, вы едете под спуск, и тут перед вами закрытая шпилька, который поворот слепой, который вы не видите. Перед вами открывается шпилька, вы дергаете ручник, нажимаете по тормозам, выкручите поворотный руль влево, а уже поздно, вы уже летите в Кувейт. Скуски, как надо... Да вы шутите нахер! Что это, блядь, за... Кто его проектировал, этот спецучасток? Смотри, что делается-то, а? Куда ехать? Я едва... Но очень красиво, признаюсь. Очень красиво. Но давайте вернемся к Dirt Rally 2.0. Конечно же, главный козырь этой игры, это реалистичная и хардкорная физика. Я не раз говорил вам об этом на своих стримах. Но также у этой игре есть еще один очень мощный козырь. Это автомобили. Выбор автомобилей в Dirt Rally 2.0 очень богатый. Да, здесь нету таких самых крутых тачек, как есть в WRC 8. Здесь вы не покатаетесь на Hyundai i20 в заряженном Citroën или Ford Fiesta. Самая современная и мощная группа в Dirt Rally 2.0 это группа R5. Зато здесь есть такие легендарные тачки, как Subaru Impreza, Lancia Stratos и, конечно же, моя любимая группа B. Сочетание хардкорной физики и автомобиля группы B это что-то с чем-то. Если вы укоротили хоть одну машину из этой группы, то можете себя считать настоящим профессиональным раллийным гонщиком. Мне этого сделать пока что особо не удавалось. Ну что ж, а теперь переходим к WRC 8. Вот как раз те самые мощные звери из группы WRC. Очень быстрые и очень стабильные автомобили. Но может быть здесь не такой богатый автопар, как Dirt Rally 2.0, зато карьера здесь интереснее. Вы начинаете с группы юниоров и катаетесь на переднеприводный Ford Fiesta, и это отвратительно, или вы можете это пропустить. И сразу начать кататься в группе WRC 2. Вы набираете себе команду, в календаре вы выбираете события. Будь то тренировка, экстремальные условия, сам заезд или показательный заезд за другую команду. Также здесь есть очки навыков, которые вы тратите. Либо на улучшение автомобиля, либо на улучшение метеорологов, инженеров. Будете получать больше денег и так далее, и так далее, и так далее. Когда придет время заключать новый контракт, вы переходите в группу WRC 2 Pro. И потом еще раз вам нужно будет заключить контракт, и тогда, если вы будете хороши, вы попадете в самую топовую группу WRC. Помимо интересной карьеры, еще один большой плюс WRC 8 это динамичная погода. Здесь, на этих кадрах, ты можешь посмотреть, как меняется погода в этой игре. Сейчас я катаюсь в свободном заезде, можно ехать куда угодно. И, кстати, это запись геймплея с PlayStation 4. Что касается графики, на PlayStation 4 графика гораздо хуже, чем на ПК. Здесь 30 фпс, а не 60, плюс очень много пикселей. И мне, откровенно, графика не понравилась. И вот вы уже видите первые капельки. Конечно, динамичная смена погоды не дотягивает до уровня, как в Project Cars 2, например. Но, все же, это, кажется, первая раллиная игра, где есть динамичная смена погоды, и это классно. В Dirt Rally 2.0 такого вы не увидите. И еще в Dirt Rally 2.0 вы и вот такого трэша не увидите. Ты посмотри, я кручу руль максимально на 540 градусов, а в игре он поворачивается градусов на 90, наверное, на 45 вправо и на 45 лево. Мне просто стыдно за эту жесть. При всем при этом, в прошлой части такой проблемы не было. В прошлой части и графика была лучше. И руль поворачивался более-менее нормально. Почему в восьмой части они так деградировали, я не знаю. И мне реально за это очень стыдно. Стыдно в 2019 году выпускать игру, где угол порота руля как The Crew 2, блин, 90 градусов. Вы чего? Но возвращаясь к графике, скажу честно, в дождь и вообще, когда какие-то осадки или ночью, графика выглядит очень даже неплохо. Погодные условия здесь удались на славу. Лично мне нравится, как реализован дождь, как выглядят капли на лобовом стекле. И то, что в любое время суток можно самому на кнопку включать и выключать фары. Это на самом деле очень важно, потому что в Dirt Rally 2.0 этого делать нельзя. Если светло, ты хоть как обосрись, но ты фары не включишь. Зато, если вы любитель покататься с видом из кокпита в ралли, WRC 8 вам не особо подойдет. Потому что сейчас, вы видите, я еду и это максимально приближенная камера. Да, можно поставить камеру с торпеды, но именно такая вот камера, где вы можете видеть приборку и руль, она очень ужасная. Она так по дебильному настраивается. Нельзя пододвинуться ближе. Это вот максимально близкая камера. Хоть я и катаюсь в Dirt Rally 2.0 в основном с видом из капота, просто мне так удобнее. Но в Dirt Rally 2.0 с этим проблем нет. Там можно как следует настроить камеру. Там поворачивается руль ровно столько же, насколько он у вас поворачивается и в реальной жизни. И плюс, самое главное, это, конечно же, посмотреть. Здесь графика лучше, звук лучше и очень отличные повторы. Повторы здесь действительно классные. Это было круто еще в первой части. Во втором части повторы стали еще более крутыми. Чего не скажешь о WRC 8. Как они не умели делать повторы в этой игре, так и они это и не научились. Именно поэтому, когда я снимаю для вас WRC 8, там не так много ставок с повтором. Но они учатся. Вот это самое интересное нововведение WRC 8. Это камера с дрона. Когда ты едешь в игре и видишь этот дрон, а потом на повторе тебе как раз показывают съемки именно с этого дрона. Вот это вот прикольно они придумали. Ну что, переходим дальше. Звук. Звук в Dirt Rally 2.0 в разы лучше, чем WRC 8. WRC 8, так же, как и во всех предыдущих сериях, звук пока очень слабый. В Dirt Rally в первой части звук был шикарный, во второй он стал еще лучше. Я думаю, мы вполне себе можем ехать дальше. Видишь, не резать, не резать. Да куда мне тут резать? Что это, совсем сумасшедший, что ли, с обрыва улетел? А-а-а, иди туда, иди туда, шутак! Ой, блин! Да, к сожалению, в этой игре со звуками прям вот совсем беда. Помимо того, что мне не нравится, как звучит машина, так еще и нету звука колес, как мы едем. Вот мы, видно даже след вот этот мокрый. То есть мы едем по мокрой поверхности, но при этом звук здесь больше самой природы. То есть звук вот этой вот бури. А покрытие, как будто мы так же едем по асфальту. Даже скольжение! Ну, даже скольжение практически не поменялось. Оно как будто такое же, как будто мы скользим по сухому асфальту. При этом здесь есть лужи, и когда ты заезжаешь на лужи, даже может сработать аквапланирование. И здесь, кстати, очень хорошо можете увидеть, как машина погружается в снег. Хотя при этом следов практически не остается. Ладно, ладно, переходим дальше. Вот, лужа! Увидел? Но вначале я вам сказал, что в WRC 8 спецучастки сложнее и интереснее. Интереснее, да, сложнее местами. Но в Dirt Rally 2.0 очень много спецучастков перекочевали из первой части. Здесь вам и моя любимая Монте-Карло, и Швеция, и Германия, и Уэльс, и Греция. Все спецучастки, которые были в первой части, перекочевали во вторую. Так во вторую еще и добавили Новую Зеландию, Австралию, Испанию и другие спецучастки. И это прикольно. Богатый выбор спецучастков. Хотя в WRC 8 из-за того, что у них есть лицензия, все спецучастки у них реалистичные. И, само собой, есть даже по 17 и даже по 20 с чем-то километров. В Dirt Rally, по-моему, самый длинный спецучасток это 12 километров. Что касается повреждений, и в Dirt Rally, и в WRC 8 есть реалистичные повреждения. Визуально в Dirt Rally они выглядят лучше. Но в WRC 8 вы лучше ощущаете эти повреждения. Если вы там немножко куда-то приложились, то у вас тут же начинает мотать руль. У вас что-то там скрипит. Это все очень сильно сказывается на управлении. Да, в Dirt Rally это тоже сказывается. Но в WRC 8 там еще это все и подпитано очень ярким фидбэком на руле. Кстати, что касается фидбэка, в Dirt Rally 2.0 он лучше. Но WRC 8 как-то вот умудрилась передавать повреждения через обратную связь. У них это получилось очень и очень круто. За это им прям отдельный респект. Ну что ж, вот мы и подобрались к самому интересному моменту этого обзора. Это физика. Где же физика лучше, где же она реалистичнее? Понятное дело, что Dirt Rally 2.0 физика хардкорнее и реалистичнее. Я смотрел обзоры других ютуберов и многие говорили, что WRC 8 там очень крутая физика. Dirt Rally по сравнению с ней говно. Но камон парни. Ну знаешь как проще всего было проверить мне физику WRC 8. Потому что я тоже думал, что там она достаточно реалистичная и прикольная. Потому что все гонят, что там слишком легко. Но дело в том, что WRC 8 самые современные раллиные тачки. И они очень быстрые и очень стабильные одновременно. Но там есть и исторические машины. Поэтому я просто взял Лянчу Стратос. Я взял Лянчу Стратос, попробовал на ней проехать и понял, что увы, да, действительно физика очень аркадная. И я просто катался на этой машине в Dirt Rally 2.0. И в жизни эта машина была просто гребанная неуправляемая ракета. Наверное эта физика многим еще понравилась тем, что там заходить в шпильки достаточно легко. Каждый может себя почувствовать профессиональным раллиным гонщиком. Потому что ты подъезжаешь к шпильке, дергаешь ручник. Потом поворачиваешь руль и она в эту шпильку заходит как к себе домой. Знаешь, что будет, если ты сделаешь тот же самый трюк в Dirt Rally 2.0? Ты едешь, ты тормозишь, ты жмешь ручник. И потом после всех этих действий ты крутишь руль вправо или влево. Не знаю, в какую сторону тебе надо повернуть. Знаешь, что произойдет? Да ничего, машина так же прямо и поедет на торможении. И это действительно реалистично. Так оно и происходит в реальной жизни. В Dirt Rally 2.0, чтобы вы вошли в шпильку, вам нужно сначала весом машины перекинуть в сторону поворота. Только потом уже дергать ручник. Тогда у вас что-то получится. И вот что касается физики. В первой части у машин не было такого веса, как во второй. Во второй части ты чувствуешь вес каждой машины. Особенно, когда ты катаешься на заднем приводе Aston Martin. Вот там есть Rally GT. И это просто обалдеть. Ты чувствуешь, что машина достаточно тяжелая и мощная одновременно. Поэтому WRC 8 играть приятно. Физика приятная. Но все же реалистичностью и хардкорностью там даже не пахло. Поэтому, когда меня спрашивают, что купить? Dirt Rally 2.0 или WRC 8? Я говорю, если у вас есть руль, покупайте Dirt Rally. Если у вас нет руля, даже не суетесь туда. Покупайте WRC 8. Но, но, но эти игры все же особо сравнивать нельзя. Я сейчас попробую это сделать, но одна игра дополняет другую. В этой игре есть что-то и в этой игре есть что-то интересное. И в то и в то стоит поиграть, если вы очень любите Rally. Самая идеальная игра про ралли, это если будет коллаборация WRC и Dirt Rally. Если их соединить не вместе, это будет лучшая раллиная игра. Но пока, по моему мнению, лучшая раллиная игра, это все же Dirt Rally 2.0. Но она не прощает ошибок. Она не приветствует новичков. И если у вас все же геймпад, вы можете включить помощники. Привыкнуть с этими помощниками. Но все равно это совсем не тот кайф, если вы будете кататься на руле. Ну и очень жалко, что WRC 8 по-прежнему наступает на те же грабли. Совершает те же ошибки. Там как был плохой звук, так он и остался. Там как были плохие повторы, хоть они постарались что-то исправить, но там так и остались плохие повторы. Графика стала, по-моему, еще хуже. Руль поворачиваться стала еще меньше. Поэтому, ну блин, какая-то деградация. Но в то же время у них и карьера стала интереснее. Спецучастки стали еще лучше. Динамичная погода. То есть они вроде двигаются в правильном направлении, но они не справляют свои косяки. И хоть я вам сказал, что эти две игры нельзя сравнивать, но я попытаюсь это сделать. Давай сравним по пятибалльной системе каждый аспект. Дёрт ралли 2.0 и WRC 8. И первое, что мы сравним, это физику. Дёрту я ставлю пятерку. Хотя я считаю, что это лучшая физика в раллиной игре. Но есть одно но. Я не играл в Ричинс Бёрнс ралли. Говорят, там физика до сих пор держится на высоте. И до сих пор никто его еще не переплюнул. В WRC 8 я ставлю тройку. Потому что все то же самое. Физика слишком уж аркадная. Хотя игра точится под геймпад. Поэтому, если бы у меня был геймпад и не было бы руля, возможно, я бы наоборот. Дёрту я бы влюпил тройку. А в WRC 8 я бы поставил пятерку. Потому что в Дёрт практически нереально кататься на геймпаде. Хотя, опять же, привыкнуть можно ко всему. Второй пункт это звук. Дёрт ралли как был на высоте, так и остался. 5 из 5. WRC 8 как был трояк, так и остался. Ничего не поменялось. Звук по-прежнему отвратительный. Местами даже, кстати, заедает свист колес. До сих пор это все не исправлено. Ты когда тормозишь, слышно вот это скрежет. Потом ты едешь уже на прямых колесах. А там все... Там все вот это тормозит. До сих пор, как будто у тебя колеса проскальзывают. Это, честно говоря, бесит. Повреждения. И там, и там есть хардкорные повреждения. Визуальные повреждения в Дёрт ралли 2.0 поинтереснее, чем в WRC 8. Но в WRC 8 они умудрились эти повреждения очень качественно передавать через обратную связь вам на руль. Поэтому Дёрт ралли получает четверку просто потому, что в WRC 8 есть вот эта фича, когда у тебя там начинают трястись колеса, у тебя руль клинит влево там или еще что-то. Ну, блин, это просто сделано очень классно. Хотя и там, и там есть режим хардкорных повреждений. Без этого сейчас в 2019 году в симуляторах никак. В каждом симуляторе, я считаю, должна стоять функция хардкорных повреждений, когда повреждения будут как в жизни. Карьера. В Дёрт ралли все по-прежнему. Даже в четвертой части была карьера интереснее. Там у них был какой-то микроменеджмент, надо было нанимать персонал и так далее. И у нас, ну, просто ленивая карьера в Дёрт ралли 2.0. Ты по-прежнему выбираешь, на какой машине поедешь, да, там есть какие-то денежки, улучшения. Но это все чушь, это все уже давно никому не интересно. WRC 8, они молодцы. Они вышли на новый уровень. Там карьера, так же, как и в прошлой части, ты начинаешь с юниора и дальше двигаешься, двигаешься выше, скажем так, по карьерной лестнице. Но при всем при этом ты развиваешь свою команду, нанимаешь персонал, плюс выбираешь в календаре тренировки, экстремальные условия, там, сервисную зону, проверяешь свою тачку, саму ралли. Ну, они, ну, карьера прям очень сильно постарались. И это вот первая такая интересная карьера, когда ты там что-то еще делаешь, кроме как просто одни и те же спецучастки едешь и все. Поэтому WRC 8 получает пятерку, Дёрт ралли 2.0 получает тройку, потому что даже в четвертой части были некоторые фишки, которые мне казались интересными, когда у тебя что-то, какие-то поломки в ходе гонки происходили. Да, здесь они тоже как бы остались, иногда гаснут фары, но это фигня. В четвертой части, я помню, там и колеса скрипели, именно тормоза скрипели. Могли бы быть и технические неполадки, что радио не слышишь, то есть ты не слышишь, что штурман говорит, там, какие-то помехи. Ты заезжал в какую-то зону тумана, там, ну, то есть там разные были случаи. Почему-то их убрали в Дёрт ралли 2.0, оставили там просто, ну, какие-то мелочи и все. Следующий пункт у нас спецучастки. Честно, я думал поставить Дёрт ралли тоже пятерку, но все же я поставил Дёрт ралли четверочку, а WRC 8 пятерку, потому что там, понятное дело, лицензия, спецучастки интереснее. Они такие, блин, замудренные очень, есть длинные, очень много смены покрытия. Но, честно, я до сих пор сомневаюсь, возможно, Дёрт ралли 2.0 тоже заслуживает пятерку, потому что сейчас после всех этих DLC, которые вышли, они взяли просто, у них уже были Дёрт ралли 2.0, там, и Новая Зеландия, и США, и Испания, там, то есть уже новые треки были, новые страны. Так они взяли и просто сделали ремастер, и все треки, все спецучастки из первой части запихнули во вторую. То есть это очень круто, это колоссальная работа, за это им прям вот так, просто огромное спасибо. Следующий пункт у нас это графика. WRC 8 просто отвратительно, графика стала хуже в восьмой части, чем была в седьмой. Плюс руль теперь поворачивается только вот так, 45 градусов в каждую сторону. Да, когда идёт дождь, снег или какие-то погодные явления, и вы едете быстро, кажется, что графика вроде бы неплохая. Плюс очень стрёмно её сделали на PlayStation. На PlayStation просто 30 FPS и ужасный графоний. Дёрт ралли 2.0 стала покрасивее, чем первая часть, но я им поставлю 4 балла. Ни о какой пятёрке там речи не идёт, потому что игра по-прежнему, ну, она не такая уж прям суперкрасивая для 2019 года. Есть гоночные игры и куда покрасивее. Но всё же по сравнению с первой части графика стала лучше. Они именно как-то над цветами поработали. Прям, ты когда едешь во время заката, ты прям видишь, что это закаты. Когда солнце тебе светит ярко в глаза, ты прям нифига ничего не видишь. И вот эти вот погодные эффекты, они смогли очень круто передать Дёрт ралли 2.0. Плюс, по поводу зрителей, я не сказал в обзоре, в Дёрт ралли 2.0 очень прикольные зрители. Правда, сожирает очень много FPS, но сейчас более-менее стало получше с этим делом. Видимо, игру как-то оптимизировали. Но там зрители, они смотрят на тебя, на твою машину, то есть поворачиваются к тебе головой в даблерсе 8. То есть вы можете такое заметить, когда вы куда-то подъезжаете к толпе, а там просто к тебе зрители стоят задом. Такое и было у меня. Плюс, они выполнены ужасно, они не двигаются, они просто стоят как вкопанные. Ну, как в Дёрт ралли в первой части так было. То есть, ну, зрители там вообще ужас. Поэтому Дёрт ралли 2.0 получает 4 балла, Даблерсе 8.2 балла за то, что ленивые жопы. Ну и последнее, это, конечно же, автопарк. В Дёрт ралли 2.0 мне все очень понравилось. Да, конечно, там нету самой модной группы, вот этой, которая есть, Даблерсе 8. Но это потому, что фея их душит и мне дает лицензии на эти машины. Но зато они сделали там группу ралли GT. Поначалу я очень скептически относился к этой группе и думал, да что за бред, блин, Астон Мартин в ралли. Взял я Астон Мартин в ралли, и ты не поверишь, мне очень понравилось. Это очень круто на нем гонять, и за это огромное спасибо. Поэтому 4 балла из 5, потому что есть еще и группа B, это очень круто. Ну и если вы хотите современных быстрых машин, в принципе, можете взять группу R5. Что касается Даблерсе 8. Ну, парочку исторических машин они туда добавили, но по-прежнему очень все скудно. Почти все машины, да не все, все, абсолютно все машины переключаются на секвентальную коробку. Там на H-образной коробке можно, ну, разве что на Ленче Стратос покататься и все. Там либо секвентальное переключение на ручку, либо на лепестки. Только все самые современные машины. И, блин, было бы прикольно, если бы они ввели какой-нибудь мини-купер, как это делали в Dirt Rally, когда ты начинаешь не с Ford Fiesta переднеприводной, а с чего-то еще более старого. А здесь, получается, ну, выбор очень маленький, к сожалению, автопарка. Поэтому только 3 балла могу поставить. Итого у нас получается 29 против 26. И это говорит о том, что обе игры достойны. Я вам все очень подробно рассказал. Дело только за вами. Какая игра вам нравится, какую игру вы выберете, какую купите, какую будете играть потом. Но я повторюсь, если вы прям очень любите ралли, я вам рекомендую обе эти игры, потому что обе они достойные. И давайте, я не знаю, пожелаем на Новый год, я не знаю, чтобы эти две студии объединились и создали нам WRC Dirt Rally какую-нибудь игру. И это будет самая лучшая игра про ралли. Это будет просто какой-то гребаный шедевр. На этом у меня все, друзья. Спасибо, что смотрели. Извините, что такой долгий и очень подробный обзор-сравнение. Но просто это самый частый вопрос. Я повторюсь, я был вынужден дать на него ответ, чтобы на стриме сказать. Чувак, посмотри просто вот это видео и тебе станет все понятно. На этом у меня все. С тобой был Кус. И ты был на канале Кус-Кус Рейсинг. До новых гонок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok